привет мои дорогие сейчас в рамках этого видео стрим и видео потом будет я хочу посмотреть такую тему для вас что подарит вам судьба резкий поворот в судьбе что подарит вселенная потому что очень часто мы именно пропускаем то самое лучшее что может дать вселенная потому что мы идем как бы живем в параллельной реальности и не видим что есть что и не понимаем что с нами происходит и так что сейчас будет происходить это зеленая карта таро я вас приглашаю поучаствовать тем что вы задаете вселенной свои вопросы и получаете свои конкретные ответы на зеленом таро посмотрю для вас а также посмотрю для вас на картах ленорман привет всем привет очень приятно что вы нашли время для себя любимой потому что у меня на канале вы всегда проводите время для себя любимой на дне колоды была карта рыбы а это означает что вселенная подарит вам деньги и любовь деньги и любовь это наверняка будет в этом нет никаких сомнений и так резкий поворот судьбы что подарит вселенная загадайте пожалуйста свои временные сроки и конечно это актуально именно тут в тот момент когда у вас есть вопрос когда вы задали задали вопрос и нашли это видео именно в тот момент и актуально резкий поворот судьбы что подарит именно вам вселенная можно выбрать себе таро или ленорман здесь немножко не видно стол мы можно себе выбрать конечно или таро или ленорман вот по мою левую руку у меня ленорман и по мою правую руку у меня таро можно выбрать одну или вторую колоду и посмотреть резкий поворот судьбы что подарит именно вам тому человеку который нашел это видео случайно или не случайно случайности вселенной не бывает я начинаю сторон можно поставить на паузу задать свою свой вопрос по моему методу по моему авторскому методу хоть уже многие повторяют за мной но что делать такой мир некоторые люди не умеют нет у них таланта свои методы открывать они повторяют чужие но так бывает ничего страшного но хочу сказать что тот автор который создал метод вот это правдивый момент это такой скажите свое имя и вы активируете это видео для себя вы скажите свое имя внутренним голосом или же внешним и вы активируете свое своим именем это видео для себя что подарит именно вам вселенная питерка чаш здесь идет речь о вашем состоянии или если вы в паре или если вы одиноки все равно не важно вселенная подарит то что вам захочется перемен в личной жизни пятерка это как пентаграмма пять пальцев это всегда символ перемен пентаграмма всегда говорит о том что вы можете это сделать сами руками пентаграмма это голова руки и ноги вы можете это сделать сами вы можете к этому прийти сами вы можете это придумать себе сами это пентаграмма это по нумерологии символ человека естественно не сам внутри есть Бог, да, а снаружи другие люди, обстоятельства, такая жизнь бурная, но вы идёте сами и делаете всё, что можете для себя. Пентаграмма – это такое ощущение, вот как звёздочка Октябрёнка, когда, ну, как ребёнок Октябрёнок, да, он может всё, потому что всё пробует на вкус. Попробуйте на вкус те отношения, которых вы сейчас, и решите сами для себя. Хотите вы их продолжать, или хотите вы поставить точку, или вы хотите, не то чтобы ультиматум, нет, по пятёрке пентагли, это пентагли, это чаша, по пятёрке чаш, да, перефразирую, пятёрке чаш по-другому, по пятёрке чаш вы можете подумать, ставит ли вам партнёру ультиматум, если он выпивает, дать ему время сказать, вот смотри, если через три месяца ты не будешь принимать конкретные шаги, чтобы больше не выпивать, я уйду. я, знаете, сказать как есть, я тебя люблю, но когда ты выпиваешь, конечно, я не могу с этим жить. Или же по-другому как-то, но пятёрка чаш, это вы не хотите больше это терпеть. Вот это может быть ваш партнёр, или он ругается, или он такой негативный, он вообще изменился, он всё воспринимает в негативном ключе, всю жизнь, и жалуется и на свою жизнь, и на самочувствие, и на мир, и на работодателя, и на сотрудников, на друзей, на семью, всё не так, всё не так. И если у вас тоже всё не так, вы тоже жалуетесь, вам нужно вместе собраться, чтобы, ну, как-то по-другому немножко жить. Мы всегда можем по-другому жить, пять чаш, это по-другому жить, да, это когда вы смотрите так, вот, ну, конкретно видите, что было в прошлом, это, это было так, 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 да, здесь я что-то потеряла, здесь я что-то нашла, но это моё прошлое. Всегда нужно смотреть только в будущее. В будущем мне интересно, в будущем у меня будут перемены, пять — это перемены, у вас будут перемены в любви. Ещё одна пятёрка, пятёрка меча, и она уже разговаривала, хоть я её ещё и не открыла, да, потому что здесь шла речь о том, если партнёр или выпивает, или вами недоволен, или с собой недоволен, или он злится, он постоянно в плохом настроении. Ну, смотрите, если у человека привязанности есть, он будет в плохом настроении, потому что он очень плохо лещит ментальную проблему. У нас принято думать, что я, мужчина выпивает, это нормально. Нет, это ненормально. Выпивающий мужчина — это мужчина психически нездоровый. Никто не будет просто так выпивать от кайфа, потому что это не кайф. Это и стыдно на людях, и это не кайф. Там жизни нет. Поэтому если у человека есть привязанность вот по пятёрке меча, он сам этим недоволен, он не знает, как избавиться. Почему, я спрашиваю у врачей, почему сейчас же медицина современная предлагает лечение психических болезней намного лучше, чем алкоголь. Алкоголь — это плохое лечение. Мне врачи говорят, окей, по той причине, что чтобы любое лекарство начало работать, нужен год от восьми месяцев до года. Но никто не хочет так долго ждать. Все хотят сразу, чтобы была помощь. Алкоголь дает помощь на час-два, а потом ещё хуже, ещё хуже, ещё хуже. Это может быть это. Или вы ссоритесь, или кто-то в треугольнике. Я специально говорю то, что я вынимаю из контекста, то есть разные-разные-разные даю вам ситуации, которые у вас могут быть. Что может означать пятёрка меча? Это может быть, вы ссоритесь, потому что вы разные теперь стали. Вы изначально были разные, все люди разные. Но сейчас вы вообще разные. И вам очень трудно договориться. Он вас раздражает как-то. Постоянно вас раздражает этот человек. Паш меча. Потому что он делает ошибки. Паш меча – это тот, который учится и делает ошибки. Это хлопоты его, хлопоты. Он хочет что-то для себя решить. Здесь луна, полная луна. Он хочет эмоционально прийти к какому-то состоянию и никак не может. Двойка жезлов – уже лучшая карта. И смотрите, резкий поворот судьбы. Ну вот от таких катаклизмов, о которых я только что сказала, резко судьба начнет меняться в сторону силы. У вас еще в паре есть сила. Вы так много прошли. И знаете, ведь найти себе пару – это очень трудно, хоть и много-много. 8 миллиардов людей, если захотите, найдете. Но для нас, для людей, которые уже привыкли, например, к определенному стилю жизни, размеренности, найти себе пару – это как, знаете, идти что-то продавать, продавать себя. Опять нужно думать, как иметь самую лучшую косметику, самый лучший наряд, самую лучшую фигуру, где-то себя с лучшей стороны показать, потому что такой дурацкий мир, да, встречает всегда по одежке и так далее. То есть, может быть, поэтому вы и не ищете. Найти из 8 миллиардов сейчас можно в любой стране мира. И говорить сейчас, я одинока, у меня не получается пару найти, ну, значит, вы не там ищете или не такими методами, как… Или не хотите просто пару. Чувствуете, что вам это не нужно. Вам и так хорошо. Но, может, вот это желание пожаловаться у вас есть, да, потому что двойка жезлов говорит «сила-то у вас есть». У вас есть сила, женская сила, которая нравится мужчинам, да, которая нравится мужчинам. Я надеюсь, нормальная картинка и нормальный звук. Я абсолютно не знаю, как там все происходит, но я делаю свою работу честно. Вот, в любом случае делаю работу. свою честно, да. Итак, резкий поворот судьбы. Я повторюсь, что будет такой поворот судьбы. У тех, кто говорили «не могу найти пару», поймет, что нужно для этого много делать, если мы хотим найти покупателя для нашего продукта. Он сам не придет. Это то же самое, потому что Венера отвечает за товарно-денежные отношения или за пару. То же самое, нужно себя продавать. Если вы согласны себя продавать, ну, в каком понимании слова, вы понимаете, да, то есть предложить себя противоположному полу и знать, это как маркетинг, знать, где предлагать, на каких платформах, тогда ваши шансы повышаются. Но если вы сидите дома, вот как в теремке, ну, уже ушли те времена, и то в те времена были свахи, не просто так сидела девица. За ее плечами там вертелась целая штука. Чем больше было денег в семье, тем больше вертелась за ее плечами, пока она так сидит у окошка. На самом деле она не сидит. Она просто, этот маркетинг, она этот товар, как фашн-дизайнер сделал какую-то линию одежды. Да, он работал, он сделал линию одежды, ну, вот девушка там вышивала, т-т-т, она сидит, как вот эта линия, которая показывает его вот, его, ну, вот этот подиум, там, где ходят эти модели, как это называется. Ну, вы знаете. А дальше начинает работать целая структура, чтобы это продать за вашими плечами. Если за вашими плечами нет свахи, как раньше было, вы сами себе сваха. Для вас сваха – это ваш гаджет и платформа, на которой вы можете себя показать. Карта Луна. Вот это как раз это и есть. Это женская красота, резко повернется судьба в сторону того, что вы увидите, какая вы красивая, какая вы уютная, какая вы домашняя и в то же время, какая вы собранная. Вы можете многое предложить. Если у вас есть желание найти себе пару, по карте Луна женщина не может не нравиться. Или если у вас есть желание примириться, по карте Луна это интимная жизнь, вы обязательно помиритесь, вы обязательно найдете общий знаменатель. Понимаете? Я сейчас подытожу и буду переходить к следующему раскладу. И хочу сказать, что здесь по карте Луна старший аркан говорит, что как резко поменяется судьба в сторону личной жизни. Луна это таланты каждого человека. Смотрите, чтобы найти пару, нужно найти свой женский или вообще общечеловеческий талант. Если вы найдете чисто женский талант, то вас выберут чисто по женским признакам. и не обижайтесь, если потом человек скажет, что он не то искал. Понимаете? Если вы только покажете свою одну сторону. Если общечеловеческие признаки свои вы начнете продвигать, вы, скорее всего, найдете себе лучшую пару, то есть более подходящую. Что такое общечеловеческие признаки? Это очень легко. Это какие у вас предпочтения, вкусы, уровень образования. Я хочу напомнить, образование это не то, что вы учили в школе, в техникуме или в школе. Нет. Образование это всю жизнь. Человек может закончить институт и быть вообще необразованным, который вот только диплом свой показывает, никогда ничего не читал по специальности больше, да? А ведь наука, она движется вперед. То есть ваш уровень образования, ваш уровень культуры, культура бывает всякая. Я, например, люблю фольклорную культуру. Я человек, который имеет классическое образование, разбираюсь в Шопене, разбираюсь в Чехове, Чехов могу на каждое слово разобрать, но мне уже это неинтересно. Я люблю фольклорную культуру. Почему? Потому что я следую своей луне. Мне это нравится. Настоящая фольклорная культура это топ, это выше, чем любой Шопен или любой там, кто там, Рахманинов у нас есть или Уланова, вот это выше этого всего. Это фольклорная культура. Это я люблю. Но я вам просто рассказываю о себе, чтобы вы поняли, что ищите себя и не думайте, что он какой-то стереотип. Если я люблю фольклорную культуру, значит, я хуже того, кто увлекается балетом. Я тоже люблю балет, но, понимаете мне, найдите то, что вы любите, держитесь этого и не думайте, что вы хуже других, потому что вы любите простые вещи, простое искусство жить красиво в простых условиях, быть простым человеком, это самое трудное, самое трудное. Эти знаменитости, которые показывают свою роскошную жизнь, они несчастные люди. Это все только показуха, просто маркетинг, чтобы вы знали, да. Поэтому по Луне у вас резко повернется судьба в ту сторону, где вы ищете себя, свои предпочтения, себя в быту, себя в одежде. Понимаете, что такое одежда для вас? Это показать свое тело или скрыть, например, свое тело, да. Это тоже Ямамото, например, японский дизайнер, мне очень нравится Ямамото. Он говорит, что не показать женское тело, а скрыть мне это больше. Хоть фигура у меня как у Венеры от рождения. Я люблю скрыть. Почему? Потому что это все очень приватное, да, а кто-то любит показать это тоже хорошо. Вы должны решить, что для вас главное, да, что для вас главное. Вот такой имидж, какой вы показываете себе и миру. Косметика, что для вас главное, что для вас главное в отношениях вы хотите, чтобы было все по-вашему или вместе. Карта Луна это напитать себя, найти свой талант, найти свое искусство, жить. Это Луна, это для себя, питание своего организма. Вот как резко поменяется ваша жизнь, потому что я вижу, многие люди, не зная вот этих правил эзотерики, живут стереотипно. Вот стереотипно, как вот знаменитость, живет, вот хочу такое же платье, как она, хочу то же самое пиво, как вот он показал в своем блоге. Да? Вот. Луна это вы найдите себя, и тогда вы поймете, какой вам нужен партнер, если он вообще нужен. Как вы хотите работать, какие радости вы получаете от работы, или вы теряете энергию, вы не любите работу, значит, Луна говорит, найдите в себе новые таланты, резко все поменяется. И жезлы говорят, что я уже с шестнадцатого года до вот этого, что сейчас творится, я говорила, начинайте вязать носочки из дома, начинайте делать видео из дома, как я делаю. Я обожаю карты, у меня просто, ну, очень люблю, у меня пэшн, у меня страсть к этому, в хорошем понимании слова, я энтузиаст в картах, да? Мне он нравится это очень. Поэтому я начала делать то, что я люблю уже давно, давно. Но с шестнадцатого года, как только мне мой сын сказал, мама, ты можешь тоже это делать на камеру, и тогда ты будешь знакомиться с людьми, которые тоже это любят. И я тогда, первое мое видео, если вы посмотрите, туда промотаете, я скажу, девочки, мальчики, делаем что-то свое. Теперь технологии позволяют. И это сила вашего дома. Вы получите новый дом, новую квартиру, новый офис в доме. Даже пусть вы на работодателя работаете, все равно дома вы повышаете свой уровень профессиональный. Тогда следующий работодатель будет в миллион лучше, чем этот, понимаете? Вот, это так. Здесь тоже луна, кстати, видите, луна и солнце, и вот у вас будет какой-то новый дом или новый уклад в доме, или новые люди в доме, которые вас любят. тоже пажмича, это хлопоты домашние и сложные хлопоты, которые вы будете решать. Вот скоро изменится то, что вы начнете что-то двигать. Мне написали, я иногда отвечаю, как на следующем видео, потому что я считаю все-все комментарии от корки до корки. Сегодня я прочла одну комментарий. Мне надоело играть по их правилам. Молодец, это правильное. Я довольна. Через запятую человек пишет, пусть они играют уже наконец по моим правилам. Стоп. Стоп. Все не так. Смотрите, делаем то, как сказал Христос, что мы хотим получить. Если вам надоело играть по их правилам, почему вы ждете, пока они начнут играть по вашим правилам? Это абсурд. Но я вас люблю, поэтому говорю это. Абсурд в каком плане? Но это наша война. Это война. Это война между домашними будет или на работе. Все, мне надоело играть по их правилам. Значит, не играйте по их правилам. Это правильно. Пусть они играют наконец по моим правилам. Если вы не хотите играть по их правилам, зачем, чтобы они играли по вашим? Что взять реванш? Нет смысла в реванше, потому что это такой клубок, который негативный. Они тоже не должны играть по вашим правилам, понимаете? Вот Яма Муата сказал однажды, знаете, это такой дизайнер, который делает одежду по японскому философии. Он сказал, что I don't bother you, don't bother me. То есть, когда мы выходим в общее пространство, мы забываем, мы обмениваемся идеями, мы смотрим на природу, мы смотрим на моду, о да, на фашн, мы смотрим на какая еда, какая погода, идеи других людей, но мы стараемся не bother других людей, то есть, не быть для них камнем преткновения, и мы тоже ожидаем, что другие люди не будут для нас камнем преткновения. Понимаете, вот ответила на этот вопрос. Я сейчас подытожу. Здесь написано в этих картах, что вам нужно забыть о тех неудачах и обидах, которые вы получали, например, от партнера по пятерке чаш, например. Но вам нужно помнить, что этот партнер, от которого вы получали неудачи, да, он может или остаться в вашей жизни, или уйти навсегда, все зависит только от вас. Вы принимаете решение по пятерке мяча, вы принимаете решение, ваше время принимать решение, но не ожидайте того, если вы принимаете решение, но не ожидайте, что он будет делать так, как вы хотите, дайте ему возможность тоже определиться, потому что в любви не бывает обязанностей, это уже не любовь, да. Так, дальше. Ну, папа Жумича, я сказала, это хлопоты, хлопоты, чтобы найти себя и решить сложные задачи. Судьба поменяется в том плане, что вы начнёте делать то, что вы хотите у себя в доме. И вам эта жизнь, по вашим правилам, будет нравиться. Если вы совпадаете с другими, это хорошо, а если не совпадаете, пусть они ищут себе другого. Я хочу сказать, я астролог, и занимаюсь вестерн, то есть западной астрологией, а также архетипичной астрологией. Что такое архетипичная астрология? Это если вы не знаете время рождения, но знаете всё остальное о себе, да, то я скажу одно. Архетипичная астрология рассматривает ваш внутренний космос, в котором тоже есть все планеты, и мы смотрим, как они на вас влияют, да. В этой астрологии, как и западной, у нас есть только одно соприкосновение с противоположным полом, с другим человеком из 12. У нас у всех 12 сфер жизни, самых главных, но соприкасаемся мы с другим человеком только в одной сфере. Понимаете? То есть, если мы совпадаем с партнёром только в одной из 12, мы счастливые. Если ни в одной не совпадаем, ищем другого партнёра по Луне. И в ваш дом войдёт новый человек, потому что здесь двойка жезлов. Вы ещё кто-то. И этот человек будет вам подходить, как перчатка. С ним будет намного лучше жизнь, чем с тем предыдущим. Ну вот я закончила на второй, перехожу на Ленорман. Продолжаем смотреть, мои дорогие, видео, потому что здесь очень ценная информация о вас, для вас и о вас. Я надеюсь, вы меня хорошо слышите и хорошо видите. Что скажет Ленорман по этому поводу? Карта Солнца. Сразу первая карта. Говорит так, всё будет хорошо. Какой резкий поворот до судьбы? В сторону Солнца. Солнце – это успех, да? В сторону успеха. В сторону успеха, в сторону благополучия, в сторону счастливой жизни. Прояснение того, что не было ясно, до сих пор будет обязательно. Также будет… Это солнечный гороскоп. Это, знаете, когда вы живёте по судьбе и когда… Ну вообще-то, когда вы родились, каждый человек рождается счастливым. Нет такого человека, который родился бы не для счастья. Такого нет. То, что вы родились, уже счастье. Но часто бывает или родные в детстве, да? Или же в школе, или же в юности обижают. И вот ломают человеку судьбу другие люди. Вот что будет. Вот как в корне поменяется ваша жизнь. Это карта медведь. Медведь говорит, что вы будете у власти. Ну вот повторение, да? Вы будете у власти. Это, во-первых, богатырское здоровье, которое у вас будет. Это будет мужчина в жизни вашей, если вы желаете его. Карта медведь. Карта силы. Это карта силы вашей. Вы войдёте в свою силу. Вы вернёте свою силу. Если у вас силу кто-то воровал, обкрадывал вас, вы вернёте свою силу. Новая сила. Ребёнок и медведь – это новая сила. У вас будет новая сила. Будут какие-то известия приходить, какие-то ценные бумаги решаться, будут какие-то визы открываться, какие-то деньги приходить. Новые деньги, новые письма, новые свидания. Вам судьба будет давать новые шансы. Но я ещё раз повторяю. Судьба вам будет давать новые шансы. Это видно в картах. Я картам доверяю. Но бывает так, что вы живёте в параллельной реальности. Когда вы эти шансы не используете, когда вы не видите их, потому что вы привыкли смотреть только вниз. Смотрим немножко вверх. Опускаем плечи, и головка, как у балерины, чуть-чуть вверх. Тогда мы видим весь Божий свет. Но если вы привыкли, что всё плохо, мы ищем плохо. Если мы привыкли, что будущее – это поле вероятности, там все возможности есть, мы вот головка немножко вверх. Возьмите это у балерины, да? Стречи, свидания, знакомства. Очень многих это проиграется. Меня часто оскорбляют за то, что у меня сладкие предсказания. Как вы считаете? Вот такие карты. Ну, я просто говорю вам, как вот сейчас адвокат. Как вы считаете? Бывают такие базарные гадания, где ухитряются хорошую карту прочитать плохо. Якобы, чтобы угодить вам, да? Как вы считаете, здесь может быть плохо? Успех, сила, новое, послание, встречи, любви, червовая масть. Как вы считаете, здесь можно плохо прочесть, да? Нет, нельзя. Будущее – это поливероятность. Отвечаю тем, кто мне говорят, шугар гадания. Время базарных гаданий ушло, но есть люди, которые хотят, чтобы будущее было плохое, и они его ищут, и они его найдут. Но те люди, которые понимают, что будущее – это как мир, как мир, как гора. Гора имеет северную и южную сторону. Это как планета Земля, имеет всё. Помните, как вечера на хутере Близди Каньки? А что в мешке? Я думаю, всё есть. Я думаю, всего есть. А вот это, там столько этой мудрости народной. Я думаю, всё в этом мешке есть. Что я вытяну? Вот в чём вопрос. Что я захочу вытянуть? Как сказал творец через Писание, Господь накрыл столы, которые ломятся от язв, прямо перед вами. Да, есть враги, которые вам хотят накаркать чего-то, да? Но Господь говорит, не смотри на врагов, смотри, как ломятся столы с явствами. Вкуси этих явств, вкуси эту жизнь. Или же невкуси, если ты не можешь настроиться на эту волну, да? То есть здесь, ну как можно, понимаете, да? Итак, есть ли на вас негативное влияние? Давайте посмотрим, потому что, ну как раз об этом идёт речь. Карта коса, да, есть. На некоторых, кто смотрит это видео, есть очень сильное негативное влияние. Поэтому вы не можете выйти на свою дорогу. Поэтому вы и живёте в негативной, параллельной реальности. Это карта коса, это карта негативного влияния. Очень часто, да. И связано это с деньгами у многих, потому что Венера отвечает как за деньги, так и любовь. Часто любовь и деньги так связаны, что они неразлучны. И здесь на вас, на ваших финансах или на вашем успехе, бубновая масть, масть успеха, какое-то негативное влияние коса иногда показывая из прошлых поколений, то есть кармический узел. Что такое кармический узел? В прошлой жизни, в вашем роду были кармические узлы. Это значит, человек с кем-то сильно поссорился, может быть, с другим человеком и завязался узел, так? Ну вот. В современной жизни вы можете унаследовать этот узел. Вам его нужно развязать. Как развязать кармический узел? Сказать, это не мое, я это себе не беру, оставь меня в покое. Ты сам по себе, я сам по себе. Все, узел развязывается. Но если мы каждую неудачу сравниваем с этим узлом, говорить, вот не могу найти пару, потому что венец безбрачия, узел завязывается сильнее. Да, есть венец безбрачия. Есть. Но развязать его легко, как я скажу. Ты мне ничего не должна, я ничего не должен. Узел становится все такое слабее и слабее и развязывается. Но если с каждой неудачей, вот этот мужчина во мне был по судьбе, ой, мне не везет, он меня бросил. Все, узел завязался еще сильнее. Это потому, что у меня есть кармический долг. Это не ваш долг? Это не ваш долг. Кармический долг – это долг из прошлого. Это не ваш долг. Вы не должны за него отвечать. Но если вы боитесь этого узла, он затягивается, затягивается и затягивается. Это вы, ваш портрет, женщина или же другая женщина, которая с вами кармически завязана. Это может быть подруга-завистница, например. Это может быть мать вашего бывшего или вообще вашего мужчины. Это может быть ваша мать. Часто мать посылает сглаз от незнания. Например, говорит, ой, наши женщины в нашем роду всегда имели алкоголиков, мужчин всегда имели. Ну вот она и завязала кармический узел. Понимаете, это может быть ваша мать. Вот это как раз о том, не кармический узел, а кольцо на пальце. Что такое кольцо? Это обещание. Это обещание себе быть счастливой. Это обещание от мужчины верой и правды любить вас. Это обещание от Вселенной давать вам подарки. Купите себе кольцо. Мне иногда пишут, не могу, позвольте кольцо. Ну, может, простое за там несколько рублей не обязательно. И заговорите его. Скажите, это кольцо на удачу. Всегда, когда я надеваю это кольцо на палец, я не буду, я отказываюсь жить в параллельной реальности. Я буду жить в своей реальности, идти своей дорогой. Вот такой расклад, мои дорогие. Так что пользуйтесь, пожалуйста, моим предсказанием, себе на пользу. И желаю вам счастья, всего самого лучшего. Увидимся скоро. Пока. Все. Пока. Продолжение следует...